всем привет вторая моя поездка на зимнюю рыбалку марте 2024 года и я снова на волге да на казанке ничего не было глубин то особенно особенно тому не было и на русле уже открытая вода видели как я провалился там в общем опасно поэтому я снова приехал на волгу рыбачу за моей спиной наверное видно старый водозабор города казани я сегодня туда отправлюсь посмотрим на это сооружение мне самому любопытно я там ни разу не был вот этот водозабор у меня на карте отмечен здание построено в конце 19 века на острове и добраться до него ногами можно только в зимнее время с другой стороны вода ну вот там берег летом только на лодке а зимой можно вот по льду ну она разрушена старое здание ему уже около 150 лет сейчас туда отправимся вот это вот там вдалеке видно тоже водозабор но по-моему он новый но он не работает ну как новый хотя уже не совсем новый увидеть там рыбаки сидят поэтому тихо буду говорить сейчас время близится к трем традиционно не клюет я вот думаю сходить туда и сделать обзор этого здания старый водозабор но хотя можете поздравить вот вы видите лежит маленький бершик ну наверное весом грамм 100 наверное вот недавно здесь из этой лунки вытащил я как обычно поставил три лунки 3 удочки я с утра приехал ну как с утра часов 10 я приехал вот там но отсюда километр около острова нашел глубины 45 метров и поставил там две удочки вечером обратно пойду я их заберу я их там замуровал снег зарыл издалека не видно ну вот они день постоят посмотрим что-нибудь на них клюнет или нет вот этот вот маленький клюнул здесь на тюльку у меня вот там стоит удочка с воблером он там тоже стоит с воблером но на воблер не клюет вот а этот вот взял на тюльку и причем не настоящую взял над ручку стояла удочка ну я здесь уже часа три наверно вот просто вот стояла нет стоил раз 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 и взял ну вот он один но он видимо проплывал мимо ну по крайней мере хоть что-то вот глубины ну я карту не буду показывать у меня карта с собой но на сайте я выложу эту карту вот это старый водозабор ну сколько тут ты него метров триста вот там значит на той удочки глубина 6 метров здесь 8 а вон та удочка с воблером стоит на русле там 9 метров почему я думаю что она стоит на русле потому что там есть тяга здесь тяги нет а там тяга я вот еще о чем хотел сказать приобрел электроды пачку электродов купил в строительном магазине сейчас покажу зачем самый дешевый там взял за 350 таких электродов в пачке там ну штук ну больше тридцати штук зачем они нужны или кто-то раз покажу так рыбак справа все ближе и ближе ко мне был далеко не знаю может видел как я рыбу вытащил все ближе и сидел метров 200 теперь бы метров пятьдесят до меня смотрите зачем нужен электрод вот я его пополам согнул удочку замуровал ну крупной рыбы пока нет но если клюнет крупная рыба то есть вероятность что она удочку туда вот утянет в лунку я ее пока здесь замуровываю снег но иногда бывает так что лед снега нет так ну вот здесь глубина 6 метров так вот ну вот я их замуровал принципе ну вот ведь все равно вот что происходит можно там снегом замуровать но я купил электроды ну так вот их согнул теперь делаем вот так вот раз все нет не все сейчас их воткну хорошенько вот теперь прочно сидит и вот те две удочки которые я поставил около острова также электроды ну я их вообще там снег зарыл чтобы их не было видно хочу сходить туда ну блин я вот бы удочки тут оставил эти да но там рыбаки тоже один пришел не было но там сидел не вот этот подошел товарищ я будочки оставил сам пошел здание смотреть но видимо придется собрать удочки так здесь 8 глубина вот здесь вот электрод не нужен тут я ямку выкопал ну и там на русле у меня стоит удочка с фоблером надо поглядывать я вот пришел ради интереса вытащил леску проверить а тюльки нет пока я ходил по тем удочкам тюльку сожрали погода сегодня солнечная была вот час облака пошли а так солнцем было но мороз градусов наверно 12 вот здесь у меня та же схема вот ведь электрод но его надо хорошо устанавливать так чтобы он удочку хорошо фиксировал вот здесь тяга утягивает дно вот а тяга утягивает и она вот тут превращается здесь русло кругом вон эти веточки понатыканы какие-то отметки лунок много старых лунок очень много я бурил глубину смотрел там поближе к этому острову мелко так ну ладно сейчас я все-таки удочки придется смотать и пойдем посмотрим вот это вот здание архитектурное сооружение конца девятнадцатого века пока еще не стемнело время почти пол шестого вечера солнце села за горизонт сейчас темнеть будет а а я иду забирать свои удочки который я утром поставил ну как утром днем в одиннадцать где-то часов самое главное найти их но я иду по своему следу да и надеюсь что их никто не забрал так след моих саней но я удочки замуровал за всех так то не видно сейчас посмотрим попался на них кто-нибудь или нет так мои следы довольно удочка смотреть я ее поставил где-то в одиннадцать ну поставил в 11 оставил и пошел другое место ну я ее замуровал как видите ее не видно так но только кивок видно саму удочку не видно она замурована ух ты там уже лед там уже лед так надо размуровывать удочку не там ничего нет рыбы нет сейчас это надо мне откапывать и вторую проверим здесь кстати вот под островом под этим здесь глубина 4 метра 4 5 метров так а вот еще одна замурована ну ка здесь ой там лед причем офигеть он толстый уже так ну ка дня дня ничего нет ничего нет так ну надо сейчас лопатку доставать здесь и даже не удочки а такие вот дешевые я за 80 рублей купил но я сейчас их размурую и потом вам их покажу сейчас надо размуровать потом я вам их продемонстрирую вот как она выглядит но это не удочка как не знаю назвать 80 рублей . стоит мормышки но я покупал самые дешевые 50 рублей и крючок крючки набор тоже 50 рублей то есть даже если вот это ну кто-то найдет заберет ну вот общая стоимость 80 ну и мормышка 50 120 ну леску я не считаю на дешевые общем ну 120 рублей вот эта вся конструкция ну кивки старый но я вот тут еще написал да такой вот после обеда заберу на всякий случай вот а и она в пакете видишь я ее в пакет посположил чтобы леска там не примороживалась сейчас вторую достанем вот здесь кстати на этой удочки даже тюлька была то есть рыбы вообще не было глубина здесь 4 метра ну я проверял вот она стояла полдня рыбы вообще здесь нет то есть даже тюлька на месте сейчас посмотрим на поводке тюлька на месте рыбы не подходила и на мормышке тоже тюлька на месте вот он рыбы не подходил а мормышка 50 рублей вот такая но самая дешевая сегодня ее пакет также убираю ну вот так она здесь замурована было только поводок но вот торчал ну что сказать ну хоть уже прогресс есть ребят уже есть прогресс одного бирша поймал да но собственно одна поклевка была я его и вытащил этого бирша ну вот там около старого водозабора на 7 метров эти вот тут стояли я вот так вот выхожу поставил и пошел туда рыбачить ну мало ли могла подойти рыбу клюнуть но вот не было ну что же с первым уловом меня февраль вот в этих местах ни одной поклевки не было март здесь я первый раз в марте одна поклевка один маленький бирж так что с первым уловом меня начало положено весь март я буду ездить сюда пытаться ловить так что через неделю на этом же месте увидимся всем пока и богатого вам улова и Продолжение следует...